Сергей Устенко, я сотрудник представительства Делинка Украине. Должность моя звучит, может быть, не всем понятно. Для окружающих обычных это региональный менеджер. Помимо продаж, которым представительство напрямую не занимается, я также еще занимаюсь некоторыми функциями маркетинга в представительстве. Очень сложный вопрос, потому что за свою жизнь я поменял довольно много рабочих мест, начиная с представительства и Бенге, работал какое-то время, потом представительство иностранной компании. Я всюду фактически работал в IT-области именно в качестве больше маркетолога и в качестве менеджера по развитию бизнеса. И поскольку, собственно говоря, мое направление IT, это всегда было связано именно с интернет, с сетью, с развитием сети, то, безусловно, вот Делинк меня привело, с сервисом Делинк привело именно вот желание продолжать работу на этом рынке. Но уже не только с точки зрения, скажем так, пользователя, интернет-пользователя, а с точки зрения менеджера компании, которая пытается предоставить пользователям какие-то лучшие условия работы, жизни. Потому, наверное, вполне закономерно, что в итоге оказался в компании представительство, которая занимается именно предоставлением оборудования для достижения таких целей. Делинк, в принципе, один из достаточно известных лидеров производителей сетевого оборудования, любого сетевого оборудования. Это и маршрутизаторы, точки беспроводного доступа, это аудиорегистраторы, медиа, любые регистраторы, это видеокамеры. То есть все, что сейчас необходимо в связи с бурным развитием интернета в последние особенно годы. Опять-таки, сейчас очень большие потоки информации передаются в интернет, хранятся в интернете. И вот для того, чтобы мы могли предоставить пользователям полный спектр оборудования, нам необходимо очень часто общаться с разработчиками, оценивать рынок, интересы рынка, что мы можем еще предложить им. Потому, данный форум, как форум, в первую очередь, разработчиков, для нас представляет достаточно интерес с точки зрения встречи с партнерами и пониманием их требований, их видения будущего рынка украинского. Достаточно сложно сказать, потому что во многом это зависит не от пользователей даже, а все-таки от внешних условий, от законодательного поля украинского. Сейчас довольно трудно сказать в ближайшее время, каким будет этот рынок. Однако, можно сразу в любом случае предсказать, что будут увеличиваться потоки контента, медиа-контента, в первую очередь, для клиентского пользования. И для этого нам необходимо предоставить возможность клиентам получать этот контент с достаточно хорошей скоростью и иметь возможность хранить контент в области, что сейчас становится, скажем так, наиболее перспективным направлением. Плюс ко всему, в связи с бурным развитием систем различных видеонаблюдения, под многие проекты сейчас клиенты уже стали интересовать IP-камеры, интернет-камеры, которые мы также предоставляем. Понемногу у нас меняется их ряд, ряд достаточно широкий. И по требованию клиентов меняется очень сильно характеристика, в лучшую сторону характеристики оборудования. То есть это все мы сможем предоставить, и это уже востребовано сейчас. Я думаю, что скоро будет востребовано на очень высоком уровне. Говорить простым доступным языком, который смогут понимать обычные пользователи, для которых, собственно говоря, разработчики предоставляют свои продукты. популярно объяснить, поскольку очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши пользователи не понимают, о чем говорят, и не могут сформулировать, что им конкретно необходимо. То есть это такое самое первое, самое простое, наверное, требование. А также, собственно, наверное, чем важным является качество продуктов, которые разработчики предоставляют конечному потребителю, и востребованность этих продуктов. То есть чтобы разработчики прислушивались в первую очередь к пожеланиям конечных клиентов. Наверное, это самое важное.